Всем привет! Меня зовут Ирина. Сегодня сделаем расклад, в котором посмотрим, на что же Вселенная дает вам добро в ближайшие три месяца. Высшие силы решают за нас, быть ли чему-либо в нашей жизни, либо не быть. Посмотрим, что решит Вселенная, чему быть в течение трех месяцев. Чему быть? Ух ты. Исполнение желаний, достижение цели. Полнейшее удовлетворение от того, как складываются обстоятельства. Карта замечательная. Каких-то врагов, недоброжелателей вы оставляете с носом. Вы обходите каких-то людей, которые не совсем желают вам сегодня добра, которые пытаются вставлять палки в колеса, которые всеми силами удерживают ваше развитие, достижение ваших целей. Если очень мудро вы себя поведете, в отличие от вашего окружения, я бы сказала так, вы сейчас находитесь на одной планке с вашим окружением, то есть решаете какие-то общие задачи. Но очень скоро вы пойдете вверх, потому что изберете правильный путь, выберете верное направление. Карта Иерофант – это верное направление, это мудрость, это стратегия. Вы человек-стратег. Если вы не стратег по жизни, то ловите подсказку. Спроектируйте для себя стратегию для того, чтобы обойти других. То есть это ваш шанс, да? Девятка кубков говорит именно об этом, о том, что у вас есть шанс обойти других. Но надо выработать стратегию, нужно распланировать свое движение. Нужно четко понимать, что вы хотите достичь и какие у вас инструменты для этого есть на сегодняшний день. То есть надо очень грамотно сегодня подойти к этому вопросу. И тогда вы действительно совершите рывок вперед и обойдете своих конкурентов, своих соперников, кого-то. Каких-то людей, которые сегодня не желают вам добра, но это еще и мягко сказано. Люди, которые чинят вам препятствия, преграды. Это и магическое воздействие может быть, потому что тут девятка жезлов. И люди за вашей спиной, лица их скрытые, одеты они в темные одежды, говорит это о многом, о том, что, возможно, они действительно слуги дьявола и используют черную магию. Отсюда все ваши беды и неприятности. Вам нужен всего лишь мудрый подход и чистка энергетическая. Вот о чем карта Иерофант. И у вас дорога открывается. Ваша дорога, та, которая предначертана вам судьбой. Дорога успеха, дорога благополучия, дорога вашего личностного роста и процветания, дорога к любви может быть у вас перекрыта. Именно ваш мудрый подход, ваша стратегия обеспечит вам успех в будущем. Да, вот она звезда. Звезда вашей удачи. Вы к этой звезде шли долго, да? Звезда это что-то, что находится очень далеко от земли. Соответственно, дорога к этому успеху, к исполнениям желания, она, как правило, очень сложна и небыстротечна, долговременна. Вы человек, который сам себе зарабатывает на жизнь сегодня, мне показывают. Шестерка Пентакли, ну карта трудяк, карта людей, которые своим трудом зарабатывают, они ни на кого не надеются, ни на кого не рассчитывают в этой жизни. Они сами себе создают фундамент материальный. Ну вы знаете, вот по карте суд могу сказать, что здесь однозначно подходит время глобальных перемен. Что-то должно отмереть, что-то должно уйти, что вы должны оставить. Ну и что-то новое должно в вашем пространстве появиться. По карте звезда могу сказать, что не замедлит, исполнится какая-то мечта, не замедлит. Вы действительно обойдете каких-то соперников, людей, которые кто-то с легкой завистью смотрит на вас, кто-то с черной завистью, кто-то и прям в открытую что-то применяет, чтобы вас остановить. Разное тут к вам отношение, но в целом вас видят как человека-победителя, как человека, который умеет достигать в жизни цели, задачи. Вы внешне можете не производить такого впечатления, то есть впечатления человека целеустремленного и способного решать задачи жизненные. Но по итогу вы покажете себя так, что все поймут, что вы человек, который если ставит задачу или цель какую-то, вы обязательно этого достигнете. У вас будет новый этап какой-то в жизни, новый этап, либо какие-то начинания достаточно для вас важные и оказывающие влияние на ваше будущее. Серьезно меняется ваша жизнь через какие-то начинания, через какие-то новшества. Вы как будто перешагиваете порог новой двери, открывается новая дверь. Вы, конечно, в сомнениях, как это будет, а нужно ли оно мне. Всякие разные мысли и чувства сейчас в вашей душе, но в самом деле все к лучшему однозначно, потому что это новая жизнь. А новое – это всегда хорошо, это всегда новый опыт, это всегда возможность познать что-то. Мы живем для того, чтобы познавать, а не сидеть в болоте, в тепленькой нише. Надо обязательно себя стараться из этой ниши отрывать почаще и что-то открывать новое для себя, позволять себе ступить на какую-то новую дорогу, непознанную, там, где нет гарантий. Это очень интересно – познать жизнь, ступить туда, где ты ничего не понимаешь, где ты в этом не разбираешься. Это полезно для нашего личностного роста, потому что все время находиться в зоне комфорта, под стеклянным колпаком, это не есть счастье. Счастье – это поиск. Но поиск не должен быть, конечно, пожизненным. Мы должны поискать какое-то время, потом причалить к определенному берегу. Вы причалите к берегу, но через какое-то новое начинание. И эта новая дорога, она для вас на самом деле откроет очень много перспектив. Она вначале будет для вас сомнительной, вы будете думать, а надо ли вам это делать, а стоит ли оно того, потому что теплая ниша какая-то определенная, она у вас есть. Но, знаете, надо выходить из зоны комфорта. Вот карта Сутана про это. Выходить из зоны комфорта. Да, тепло, да, хорошо, да, стабильно. Но как скучно, как муторно. Проходит ваша жизнь. Каждый предыдущий день похож на новый. Это завершается ваше жизни. Но Вселенная, по крайней мере, шанс вам дает выйти на новую дорогу жизни, где будет больше интересного, новых впечатлений, где вы чему-то обучитесь, где вы встретите новых людей, интересных людей, где вы будете завязывать новые связи социальные, где вы будете заниматься новыми делами, решать совершенно новые задачи. Это будет такая движуха, вам будет хорошо там. Потому что это энергия, это скорость, это какие-то планы на будущее, это мечты, это видение своей новой жизни, это попытка всё же стать счастливым человеком. То есть посмотрите на себя сегодня со стороны. Скорее всего, вы немножечко застряли в каком-то пространстве. Вам нужны новые впечатления, вам нужна зона для развития, вам нужен план какой-то на жизнь. Ну вот в ближайшее время, я так полагаю, что план у вас этот будет. Если не реализован, то хотя бы спланирован, да? То есть какие-то наметки будут. Ну вот смотрите, да, здесь очень хорошая перспектива у вас на будущее. Для кого-то это перспектива карьерного роста. Вот какая ситуация сегодня у вас находится в застойной нише. Работа, значит, будет рост в работе. Через новое начинание, через принятие вами какого-то достаточно сложного решения, будет рост, действительно, будет развитие. Вы попадёте в пространство, которое вас устроит. Полная чаша здесь. То есть, да, там зарплата вас устроит, королева Пентаклий, должность вас устроит, условия работы устроит, требования руководства вас устроят и так далее. То есть полная чаша – это когда человек удовлетворён тем, что он имеет, да, тем, к чему он пришёл, тем, что он нашёл в итоге длинного пути. Если вас волнует сегодня ситуация личной сферы, то же самое, вы найдёте то, что вам нужно. Того человека, который вот в вашей голове, да, портрет этого человека, это и вашей второй половинке, он у вас в подсознании сидит. И этот человек встретится обязательно, да. Жизнь ваша станет полной чашей. То есть, если карьера была у вас, а не было личной жизни, то теперь будет полная чаша. То бишь, и там, и там будет удача. Но вам надо вырулить на новую дорогу. Вот о чём карта. Это карта Сутана про преобразование, про полную перезагрузку, про пересмотр кардинальный вашей дороги сегодняшней. Паш Жезла про начинание, которое необходимо, да, может быть, про решение какое-то, которое надо принять. Оно вроде не судьбоносное, не сказать, что прям какое-то мощное. Паш, всё-таки карта мелкая. Но тем не менее, смотрите, сколько оно меняет. Сколько нового оно добавляет в ваше пространство. Да, вам трудно решиться на это, как я вижу. Вы привыкли сидеть в тёплой нише, но тут сама жизнь вас будет вынуждать. Вы, конечно, решайте сами. Вы можете остаться в этой нише. Это ваше право. У человека всегда есть право выбора. Вселенная даёт возможности, а выбираем мы сами. Берём мы это или нет. Но учтите, что такие шансы потом высшие силы могут и не дать. Это же не всегда перед нами дверь открывается сама по себе. Это просто вот сейчас такое время, да. потом этого долго может не быть. Опять будет застой. и вы никаких изменений не сможете совершить в своей жизни. Придётся довольствоваться тем, что есть. Итак, что ещё карты хотят сегодня сказать? Вы на пороге какого-то финансового успеха. Успех в работе, успех в бизнесе, успех в самореализации, в реализации какого-то проекта. В принципе, Девятка Пентакли, она не только, конечно, про деньги, она про очень комфортное существование, которое вы заслужили. Скорее всего, вы выходите на финишную прямую. То есть какой-то проект жизненный у вас очень скоро реализуется, завершится. Какой-то серьёзный проект, да, оказывающий влияние на вашу жизнь в будущем. С вами будет рядом сильный человек. У вас будет счастливая жизнь. Вас ждёт знакомство. Карта влюблённая. Влюблённые про знакомство, про какие-то взаимные энергии, взаимный обмен энергетический. Да, люди взаимодействуют друг с другом глазами здесь. То есть понимаете, друг с другом с полусловью. Это может быть примирение с партнёром, с которым у вас сегодня отношения сложные. Может быть, это и не партнёр, просто человек, с которым у вас трудный период, да, какие-то недопонимания, ссоры, конфликты в семье, в родственном кругу, да, часто это происходит. Здесь идёт примирение и чёткое понимание того, какое место вы в этом пространстве будете занимать, а какое место будет человек занимать. Здесь вот крепкие позиции у вас идут. То есть разрешается какая-то задача, и вы обретаете почву под ногами. Уходят конфликты, уходят недопонимания, недомолвки какие-то. Примирение, восстановление отношений, как бы вы закрываете ту пробоину, которая была. Решаете какую-то проблему очень для себя успешно. Для кого-то это финансовая проблема. Но опять же здесь тема отношений. Почему-то финансы идут как причина разногласий, как причина проблем в отношениях. Вот эта ситуация завершится, будет прояснение. Карта влюблённый в этом случае может указывать на разговор. Тет-а-тет. Если тема не касается финансов, просто отношения сложные по каким-то иным причинам, тоже разговор будет. Но обретение вами сильных позиций, твёрдой почвы под ногами, то есть разрешение этой задачи, это облегчение. Это облегчение. И на самом деле вот эта ситуация, которая разрешится, она не только даст вам облегчение, но ещё и какую-то прочность в жизни. Прямо вот фундамент у вас какой-то будет очень прочный, разрушить который будет нереально. Видите, у вас идёт гармония. Входит в ваше пространство гармония, мир, благополучие. Устроенность какая-то появляется в жизни, стабильность долгожданная. Хорошие новости, наконец, прилетают к вам. Хоть что-то хорошее, хоть что-то положительное, позитивное. Какие-то надежды на то, что будет всё замечательно и хорошо. Что ещё карта нам расскажет? Какая-то победа вас ждёт. Но победа через труд, через какие-то тяжёлые дороги. Тяжёлая дорога, но победа ждёт. Успех. Успешное прохождение какой-то тяжёлой дороги. По карте умеренности я не вижу какого-то прям ошеломляющего успеха. Но, тем не менее, умеренность – это про про достигнутую цель, про то, что у вас всё в балансе находится, всё под контролем. Может быть, задача и не будет решена ещё до конца, но баланс, контроль он будет присутствовать. То есть вы будете чётко понимать, что зачем нужно делать для того, чтобы поддерживать этот баланс. Это поэтапность. Это, знаете, работа без суеты. То есть работа очень такая мудро выстроенная. Какая-то стратегия очень грамотно построенная. Вы сами идёте по этой дороге, вам не на кого положиться. Если вы женщина, вы как мужчина принимаете решение. Здесь мечи одни, да? Это мужские карты, карты мужских энергий. Вы принимаете решение в каких-то вопросах на той дороге, где у вас борьба сегодня сплошная. Борьба и преодоление. Там вы как мужчина принимаете решение. Там, где мог бы мужчина быть, почему-то вот вы, вы в одиночестве. Вы не разбираетесь во многих вопросах здесь. Но вы всё равно идёте по этой дороге. И вы всё равно выйдете в успех. Очень много вокруг вас обмана, очень много какой-то лживой информации. Будьте осторожны, идя по этой дороге, потому что могут сбить. Есть люди, которые проходили ваш путь этот и, знаете, претерпели массу неудач. И хочется же, чтобы другой тоже в это болото погрузился. Вот могут так делать, сбивать вас намеренно, чтобы вы тоже испытали тот негативный опыт, который когда-то испытали они. Есть такие люди, которым хорошо, когда другим плохо. Ну вот радость на душе, ну пусть она такая ничтожная радость, но тем не менее, да, от того, что вот кто-то тоже влип в такую же проблему. Поэтому не давайте повода радоваться другим. Там есть у вас люди, которые считают, что вы слишком благополучно и как-то слишком быстро, слишком успешно продвигаетесь. Десятка пентаклей по той дороге, к которой идёте. Ну они же не понимают, что вы вкладываете в это массу энергии, как вам тяжело. Это же не видно по вам. Вы человек, который не производит впечатление несущего тяжкий крест. Ну вот не производите вы такого впечатления. Давайте я сейчас разложу карты прям в одну сторону, посмотрим, как вас видят, и в другую сторону, какой вы человек на самом деле. Вот душу вашу, да, попробуем раскрыть. Как вас видят императрицы? У вас всё прекрасно, всегда. Даже больше карт не будут доставать, потому что это, по-моему, исчерпывающая карта, да, которая говорит о том, что у человека всегда всё есть, всегда всё хорошо, она на троне, да у неё всё прекрасно, живёт без проблем. А теперь посмотрим истинное положение вещей, что у вас на душе, какая у вас действительно жизнь. У вас тяжёлая жизнь. Карта Колесо Фортуны, она про моменты судьбоносные, про кармические моменты. Она как раз говорит о том кресте, который у вас есть. Это карма. Девятка мечей, да, боль душевная. Только вы знаете, как вам бывало в жизни больно. Только вы знаете, что такое страдать, что такое испытать на себе предательство и так далее. Вы это всё знаете. Ваша душа это всё знает, что такое предательство, обман, разочарование в людях. Когда ты ожидаешь чего-то доброго, светлого, чистого, в ответ получаешь просто кучу дерьма, извините за выражение. Вы всё это на себе испытали. Но вы сумели подняться, вы сумели свой жест сохранить вот в этом поднятом состоянии, когда цель всегда есть. Я вижу направление, и я этого направления, этой цели, вернее, достигну, этой задачи я достигну, я разрешу это. Я переверну свою жизнь, если нужно, с ног на голову, но я приду вот к этому ощущению счастья, я стану счастливым человеком. Я всё равно достигну тех вершин, которых я хочу достичь. То есть вы ещё и очень упорный человек. Мало того, что вы очень жизнью так побиты, но у вас вот есть этот негасимый огонь, вот этот самый огонь, который здесь на этой карте изображён. Огонь вашей веры в себя, в чудо, во Вселенную. Вот эта неиссякаемая энергия, которая, как источник жизни для вас. Вы очень часто бывали буквально в шаге от беды, от пропасти, но всегда удерживались от падения, находили в себе силы жить. Видите, вот только вы знаете, что такое жизнь на самом деле, а не те люди, которые видят вас императрицей. У вас жизнь такую сделала. Вы молодо выглядите, вы стройненькая такая. Если вы мужчина, то вы тоже моложе выглядите, получше сохранились, чем ваши сверстники. Потому что человек, который страдает очень много, он, понимаете, как замораживается. Часто так бывает. Для него как бы останавливаются биологические часы на какое-то время. Поэтому вот, ну как-то так мне показывают. Не знаю, карта маг. Здесь опять же про вас идет информация. Вы просто сгусток энергии. Вы такой живчик, которого уничтожить невозможно. Чем сильнее вас жизнь бьет, тем, знаете, более высокие цели вы перед собой ставите. Итоговая карта какая? Ну, это, знаете, как я и баба, и мужик. То есть вы человек настолько сильный. Вот все женщины, да, вы. У вас и мужская энергия одинаково уживается, и женская. Вы можете быть и решительной, и предприимчивой. Вы можете фору дать любому мужику, принимать решения мужские на лету буквально. То, что у вас интеллект очень хорошо развит, интеллектуальные способности. Не образование, а именно как вот природные интеллектуальные способности. Это у вас есть. Потенциал руководить. Хотя вам не дают часто по жизни руководить. А вы очень хороший руководитель. Кто вас слушает, да, вот, когда вы какое-то направление выбираете и пытаетесь вести за собой человека, кто вас слушает, тот выигрывает по жизни. Очень часто. Ну, вот такой расклад. Надеюсь, что карты рассказали сегодня вам, о вас, что-то из вашей жизни вы услышали, смогли проанализировать, как-то примерить на себя и понять, что же вам делать. Пишите, что думаете. Я с вами прощаюсь совсем ненадолго. Спасибо.